А сейчас поговорим о том, чего все ждут с нетерпением, о чем думают с волнением и что, безусловно, изменит World of Tanks в лучшую сторону. Речь идет о новой физике, тестирование которой уже идет полным ходом. Когда танки не падали с обрыва. Когда-нибудь именно такой фразой мы сможем описать игру World of Tanks в ее нынешнем виде. Однако все идет к тому, что благодаря новой физической модели танки смогут делать, казалось бы, удивительные, но такие реальные вещи. В качестве основы для нашей системы был взят набор стандартных алгоритмов, которые применяют еще широко в современных движках физических. Нужно было из этих алгоритмов составить что-то такое, чтобы вело себя похоже на танк, двигалось как танк. И при этом еще унаследовало какие-то черты характера движения танков из старой физики. Сейчас физика находится на стадии супертеста, который уже подтверждает, что в целом разработчики справились со своей задачей. Даже по отзывам игроков появилась лучшая управляемость, то есть более хорошо ощущается отдача от твоих действий. В лучшую сторону изменилась динамика, она стала более реалистичной, особенно это чувствуется, если попробовать ехать с горки или заехать в горку. Задача на воображение. Представьте, что вместо танка вы видите прямоугольный параллелепипед, к нижней грани которого прикреплены пружинки. Если получилось, значит вы увидели танк глазами разработчиков новой физики. По крайней мере первоначальный вариант танка, который был очень прыгуч и который был способен совершать акробатические трюки. Затем мы добавили на концы пружин материальные точки с небольшой массой, условно, каткинзаем их так. Но вот этот трюк, он позволил добиться эффекта замедления скорости на кочках. Ну то есть это ограничивает возможность танка очень легко сбираться на холмике. Поначалу танки демонстрировали и чудеса альпинизма, проявляя способность заезжать на отвесные горы. Но и здесь нашлось изящное решение этой проблемы. Оно немножко напоминает аналогичное решение в старой физике, но выглядит более естественно и правдоподобно. То есть появится зона с односторонней проходимостью. В этих зонах танк сможет съезжать вниз, но при этом не сможет подниматься вверх. Просто хитрыми физическими ограничениями будет ограничено мое движение вверх. Мы надеемся, что таким образом необходимость правки карт сведется к минимуму. О том, как изменится геймплей, можно только догадываться. И эта задачка для воображения уже посложнее будет. Это возможность спрыгивать с обрывов, возможность утопления. В общем, такие очевидные вещи, которые появляются с вводом физики. Как это повлияет на геймплей, пока сказать сложно. Можно только быть уверен в том, что он очень сильно изменится. Появятся новые тактики. Сейчас разработчикам есть еще над чем работать. Например, не до конца еще разработана система повреждения. Хотя уже более-менее понятно, как танк будет себя вести в водоеме. При попадании в воду ему будет даваться время, чтобы выехать. Во истечении драгоценных секунд танк утонет. При падении с обрывов танк может получить урон. В зависимости от того, как он упал, он может сорвать себе гусеницу. Если он упал, допустим, уткнувшись носом, он может получить хороший урон ХП. Как уже упоминалось, новая физика находится на стадии супертеста. И отзывы о ней у игроков очень позитивные. Выкат на супертест, это, конечно, веха в развитии физики. Она очень постигнула процесс. Я думаю, что мы уже сделали гораздо больше, чем нам осталось. Есть еще несколько моментов, которые надо допилить. Но они, скорее, не критичны.